Наш полк, как и многие части 67-й армии Ленинградского фронта, был переброшен с Карельского перешейка на правобережье Невы. В течение трех дней мы подготавливали огневые позиции на наблюдательный пункт, прокладывали связь к подразделениям, которые занимали передний край обороны. Пока разведчики уточняли координаты нахождения опорных пунктов противника, мы обустраивали свои позиции, проверяли оружие и мысленно готовились к штурму. Утром, 12 января, началась артподготовка. Первыми нарушили тишину мощные залпы сотен гвардейских реактивных минометов. Катюш, все левобережье, от Ладоги до 8-й Гресса и Снявенских высот покрылось сплошной стеной разрывов снарядов и мин. Спустя два часа по команде начался штурм. Огненный вал, который шел перед нами, не давал поднять головы немцам. А в это время ребята с Волховского фронта уже пробивались к нам навстречу. Через шесть дней ожесточенных боев, где каждый метр давался потом и кровью, мы наконец-то встретились со своими товарищами из второй ударной армии. Ранним утром, 18 января 1943 года, блокада была прорвана. КОНЕЦ Но полностью доблокировать Ленинград нам удалось лишь спустя год. 27 января 1944 года. КОНЕЦ КОНЕЦ